Начинаем недельную главу «Кит и Са». Замечу интересные обычаи, как ведут себя в Бодли-Кнессе. Каждую недельную главу делят между семью и людьми. Коин, потом левий, потом еще пять. Обычно стараются делить более или менее равным. Не точно равным, конечно, но более или менее. В этой главе это равенство явно нарушено. Коину дают читать первый кусок главы, в котором есть 45 предложений. Затем левий получает 47 предложений. И в главе остается еще 47 предложений, которые делят между пятью людьми, которых вызывают которые. 47 на 5. А первый читает 45, Коин. Второй левий читает 47. С чем это связано, вы знаете или нет? Как известно, в нашей главе «Кит и Са» рассказывается об очень неприятной истории. И, по-видимому, это наибольший грех в истории еврейского народа. Грех золотого цельца, к которому имели отношения большинство еврейского народа. Так расчет такой. Так как большинство еврейского народа имели к нему отношения, то вызвать Исраэла и читать ему это неделикатно. Как бы ты ему напоминаешь о грехе его предков. Поэтому главу, кусочек, который рассказывается о грехе золотого цельца, дают читать Левий. А чтобы ему дать читать эту главу, то предыдущие дают Коину. А для Исраэла остается 47 пстуким на 5. Исраэлл. Исраэль. Не было у них эпидемии, когда их будут читать. То есть, как их будут читать? Не считать их самих. А каждый дает пол шекера. Исраэль. Тут видно, что сам пересчет евреев создает опасность. Вы знаете, что такое? Что есть такой Айнара. Плохой глаз. Сам пересчет евреев несет в себе опасность. Таких считают не их самих. А каждый дает пол шекера. И считают, сколько денег дали. И оттуда знают их счет. Это дают. Коуэвера лап кудым. Каждый проходит по счету. Махцис ашекул бешекул а кейдеш. Пол шекела святым шекелом. Эслим гейру ашекел. Шекел это 20 гейро. Потом, в времена Талмуда, эта же монета называлась маа. Сын гейро ашекел. Махцис ашекул. Половину шекела, трума ладиной. Приношение Богу. Пол шекела. Автор песни «Выходиды» спрашивает. А почему, чтобы каждый дал пол шекела? Почему не сделать монеты? Почему каждый не дал целую монету? И он отвечает, что каждый еврей должен знать, что он только половина. Когда он вместе с другими, с другим, тогда он что-то целое. А человек сам, он половина. Нечто несовершенное. Кэйро айвера лаб кудым. Каждый проходит по счету. И венесим, что нового мало. Двадцати лет и выше. И тын трума с одной. Чтобы он дал приношение Богу. И очень ярко. Богат, чтобы не дал больше. А бедный, чтобы не дал меньше. Мемахцис ашекел. От половины шекела. Чтобы богат не считал. А я больше, чем другие. Я же даю больше. А бедный, чего я стою? Нет. В этом счете каждый должен дать пол шекела. Ни больше, ни меньше. Восэйса струмас одиной. Дать приношение Богу. Вахапея простите, онавшись с их на вашей душе. Любопытно. Слово «вы на дну», которое написано в начале главы. Если перевернуться, считать с другой стороны, это то же самое. Вы на дну. Буквы те же самые с обеих сторон. То, кто дает, он и получает. А как ты возьмешь из кеса в Акипури. Деньги прощения. Мейзны из Союз основ в Израиле. Мансату, если дашь ему, а лабидас и умеет. Дашь ему на службу и умеет. В основном это было для оснований, для бревен. Были адонимы основания. Так в основном серебро пошло на это. А оставшееся серебро пошло на крючки при постройке. Та, которая пишет в главе Пкуды. Боёй, будьте в ней строят для сынов Израиля. Резикоры на память рифны ад иной перед Богом. Вахапыровавшись их им. Простить на ваши души. А теперь дальше идут несколько маленьких глав. Главок дополнения к законам постройки мешкана. Сейчас тут говорится о умывальнике. Вахапыровавшись им. Говорит Бог Моше говоря. Вахапыровавшись им. Умывальник из меди. Вахапыровавшись им. Основание из меди для умывания. Вахапыровавшись им. Поставишь его. Между мешканом и жертвенником. Каким жертвенником? Медным. Но он не точно разделял между ними. Он был немножко южнее. Ниже. Он не разделял точно. Но по своему положению. Он был между местом жертвенника. И местом мешкана. Вахапыровавшись им. Похоже, что вот. Морок отцов будут умываться. Аарон и его сновья от него. Их руки и ноги. То есть Аарон. И его сыновья. Коаним. Перед каждой службой в храме. Должны умывать руки и ноги. Как умывать? Правую руку и правую ногу. Затем. Левую руку и левую ногу. Одновременно. Руку и ногу. Должны. Были емко. Они приходят в элмейд. В элмейд. Палатку. Свидание. То есть сам мешкан. Ехать с умаим. Должны быть водой. В льем мусу. И чтобы не умерли. Чтобы им не полагалась смерть от Бога. Есть некоторые нарушения. За что полагается человеку при нарушении смерти от Бога? Так тут говорится смерть от Бога. Нет. Еврейского суда от Бога. Ибо ничто малам избеях. Или когда они подходят к жертвеннику. Решал рыть служить. А ты решил одиною. Воскурить огненную жертву перед Богом. Какой жертвенник? Тут речь идет конечно про медный. Потому что если про золотой. То золотой стоял уже внутри мешкана. А тут написано. Когда он не входит в мешкан. Они обязаны мыть. Или когда не подходят к жертвеннику. Какому внешнему? Медному. Их руки и ноги. Чтобы они не умерли. Будет им вечный завет. Ры за рей. Ему его потомство. Ры за рей. Их поколение. Их поколение. Их поколение. Их поколение. Сейчас идет главка. О масле помазания. Тут упоминается. Разные виды растений. С приятным запахом. Благовония. Но я переводы их не знаю. Я буду читать как написано в Торе. Избранные. Лаговония. Мордор. Хамешмейс пятьсот. Викин монбесен. Махацис и хамешимумасоим. Половина двести пятьдесят. Половина. Если половина двести пятьдесят. А то целая. Пятьсот. Скажи пятьсот. Так раньше уже приводит это геморраг. Что надо взвешивать два раза. По двести пятьдесят. Один раз двести пятьдесят. Второй раз двести пятьдесят. А какая разница? При каждом взвешивании. Есть. Должен быть чуть довесок. Чуть-чуть. Так получается. Тут два довеска. Укны вейсен. Акны вейсен. Хамешимумасоим. Палочки. Благовония. Укны вейсен. Хамешимумасоим. Двести пятьдесят. Викидо. Акидо. Хамешмейс. Пятьсот. Бешекера. Шекером. Святым шекером. Вешемензайс. Оливковое масло. Хин. Ха-ха-ха. Хин. Хин. Объем тридцать двух яиц. Восисо иисей. Сделаешь его шемем мишхаскейдеш. Масло святого помазания. Рыках-мерках. Сделай масло. Перемешивать масло и реках. Делай рук мастерок в этом. Шемем мишхаскейдеш. Масло святого помазания будет. Что будут мазать? Масло святого помазания. Самые умеют мешкан. Весь ареноидос. И копчег свидетельства. Весь ашухан стол. Весь колкилов. И все его предметы. Весь амнерос. Весильник. Весь келео. Весь предметы. Где приносит. Ога. Это жертву. Все сражения. Весь колкилов. Весь его предметы. Весь акиер. И умывальник. Весь кан. Его основание. Видно, что надо отдельно помазать умывальник. И отдельно основание. Викида. Что и сом. О святейших. Вою будет кодышко дожьим. Святая святых. Коган и гея боем. Кто дотрагивается до них. Ник дожь. Станет святым. То есть он будет иметь особые законы святости. Нельзя будет его использовать для чего-то другого. То, что ложат в эти предметы, которые уже помазали. Мецэ арым Везбунов Тимшох. Ааароны его сыновей помажь. Викида. Что и сом. О святейших. И Хайн ли служили мне. Как видно это как русский эс. Так их мажут. Викида. Сом. Хайн ли, ааароны сыновья помажешь. Я святейших. Слава Израиля говорит так, шемен, масло мишлоскейда, святого помазания, езлили будет негадересей, хем, на ваше поколение. Впоследствии надо было этим мазать. Царя Давида помазали этим маслом, царя Шхомо, и были еще случаи царей, которых мазали. Первосвященников мазали этим маслом. То есть так, царь, сын царя, не надо его мазать. Это естественный переход от отца к сыну. Но если есть споры и сомнения, тогда можно. На теле человека, чтобы не мазали. По его пропорции, не делайте подобное им. Это святое. Святое будет вам. Человек, который сделает подобную смесь, ваше етиме мену аузор, и который даст от него на чужого. Венихрас, меамов, он будет отрезан от своего народа. Это есть такое наказание. Это наказание от Бога. Карет. Душа отрезается от его народа. Приводится в Мишне Кретут, что всего есть 36 таких действий, за что полагается карет. Карет – это строже наказание, более тяжелое, чем смерть от Бога. Ну, карет, известно, полагается за нарушение субботы, за хамид в Песах, за идол поклонства, за многие запрещенные половые отношения и так далее. Некоторые запреты в храме. Так тот, который сделает масло подобно этому для себя, или который от этого масла положит на чужого, не на предметы Мишкана, не на первого священника, не на царя, так ему полагается карет. А теперь идут указания о сочетании смеси благовоний, которые воскуряли в храме. «Во имя нео Миша, сказал Бог Миша, как ухо самим, взять все благовония, но то в ушхире свихобно, еще самим о Вейнозако, гадан чистый, бад бы вад ей один на один». Тут упоминается четыре вида, четыре компонента. Талмуд приводит, учит историю, что были еще компоненты. Но эти четыре, они основные, количественно. как мы читаем, обычно это читают после молитвы, так всего было 368 мане, 368, а эти четыре были каждые по 70, то есть они вместе были 280. А остальные семь компонентов вместе были 88. Тут упоминается прямо в тексте только эти четыре. На другие семь намекается. «Мосисо и Соктыра, сделал ее воскурение, в руках массы реки от лего мастера. Мамулох перемешано, тавор чистый, кейдр святой». «Мешохактом и мену ходык». «Будешь перемалывать это тонко, выносит атом и мену, дай от нее лифнеоиду перед свидетельством. Вы умеете, вы умеете». То есть свидетельство, это свидетельство, это же ковчег, а это перед свидетельством, близко к нему. Золотой жертвенник, который возле, перед занавеской, а там есть свидетельство, есть ковчег, в котором есть скрижали, которое называют свидетельством. «Вы умеете, вы умеете». «Я встречу с тобой, назначу тебя, встречу там». «Кидышко, дошим ти, ЕГОХЭМ». «Святая святых будет вам». «Ваактыра сашатасе», воскурение, которое будешь делать, «Маскунто», по ее пропорции, «Гысасу, ЕГОХЭМ». «Не делайте для вас». «Для личного использования не делайте». «То есть, если кто-то...» «Кидыштий ЕГОХЭМ, святое будет тело одиною перед Богом». «Из человек, ашаяся хомео», «делайте подобное ей лори альбо», «чтобы нюхать ее». «В них расмиамов». «Его душа отряжется от его народа». «То есть, если он это сделает, чтобы нюхать». «А человек может сделать сочетание этих благовоний вместе». «И чтобы передать в храм, это он может». «Но кто сделает подобное ей, чтобы нюхать, «То есть, это полагается карета». «А тут, что есть идет у Казани, кто что построил». «Воеда бея динуя у Машей». «Имир, говори, Бог Машей говори, «Ари, смотри, короче, бешэм». «Я назвал именим, наполнил дух Бога». «Хохмо – это мудрость». «Хохмо» – это мудрость. «Хохмо» – это понимание, да, знание. «Всякие работы». Раша объясняет так. «Хохмо» – это мудрость, что человек изучает. И он изучает, и он запоминает и знает. Это хохмо. «Бина» – то же самое «твуна» – это понять одно от другого. Понять из того, что он знает что-то, что он не изучал – это уже «бина». «Адас» – это, может быть, как «руаха кодеш», или как «интуиция». это третья, да. «Рахшима Хашавейс». «Унглес» переводит «Рахшима Хашавейс» «обучать специалистов». «Расы сделать базового кесов, в золото и в серебро, и в анхишет и в меди». То есть он знал все области мастерства. Мастерство камня наполняет, у Махариша есть мастерство камня, столярная работа. «Расы сделать» – в любой работе. Интересно, а чем бы Сынуры и Сынхуры это заслужил? Медраж говорит, что это не случайно. В нашей главе дальше же будет рассказано про грех золотого церца. И там рассказывается в Медражим, что когда евреи подошли с предложением и желанием делать, то они подошли к хору. Хор резко им ответил, и они его убили. То есть он самоотверженно погиб за то, чтобы евреи не делали что-то, что имеет отношение к идолу. Так его внук заслужил. Его внук строил мешкан. «Вони, а я иные носаты и те». Я дал с ним. «Ого, лео в бенах и сомох, а мать и дон». «Лео в сынах и сомох и колено дон». «У вели хоха хамрив». Сердце каждого мудрости. Сердцем носаты хохма. Я дал мудрость. «Воосу буду делать». «И сколько же отца висиха? Все, что я тебе приказал». Обратите внимание, Негуда были сыновей Ли, а Лео были сыновей Билли. Это есть сочетание того-того. «Все предметы палатки. Вес ашухон, стол, его предметы. Вес амней расцветильник, а ты из чистого золота. Вес колки лего, все его предметы. И жертвовник ускорения. Золотой жертвовник. Вес баху его жертвовник Ола, всесажение. Вес колки лего, все его предметы. Вес акиер. Умывальник Вес Каны и основание его». Я уже говорил, что есть два жертвовника. «Золотой» и «Медный». И каждый из них имеет параллельные два названия. «Золотой», «Медный». «Внутренний», «Внешний». «Жертвовник воскурения». «Жертвовник всесажения». «Вес бигды асрод», одежды. «Вес бигды акидыш», одежды святости у Арнкоину. «Вес бигды ивонов», одежды его сыновей, лыхая им служить. «Вегды асрод», раньше говорит, «это чехлы для предметов мешкана». Чехлы для стола, для светильника и так далее. «Вешемена мишка и масла помазания». «Вехтыра сосами и воскурение». «Ваккидыш для святого». «Как все, что я тебе велел, пусть сделают». То есть надо делать как? Точно, как я тебе велел. Когда строили мешкан, и подобно этому, когда должны были строить храмы, строили, должны были делать точно по указаниям. Так все, что тебе велел. «Во имя Одину иву Мишелы», «Мергию Бог Моше говоря». То есть так. Тут были указания, тут заканчивается уже полностью указание о постройке мешкана. А теперь идет глава о субботе. Другими словами тут сказано, что даже я дал вам указание строить мешкан, но суббота на первом месте. Субботу мешкан не строят. Соблюдение субботы важнее, чем постройка мешкан. «Только мои субботы сохраняйте». Потому что эйси – это знак. Знак союза. «Между мной и между вами, лады рыцарь, на ваше поколение. Ладан знать, ке они одиной макадышхан. Я Бог, который освящает вас». Суббота – это один из особых заповедей, который знак союза между Богом и еврейским народом. И нашел меня. Уш-мартэ Motion Brenан рад. Он собирает нам на субботу. Ки кейдэш е 내�хэм Потому что каждый, кто делает в ней работу, Душа будет отрезана от ее народа. Поэтому полагается смертная казнь за нарушение. Шесть дней, что была сделана работа, во имя швей, в седьмой. Полный отдых, кейдыш ладиной, святой перед Богом. Кого и сэм лохо, во имя шабос, каждый, кто делает работу. В субботний день, мисс юма, смертная казнь. Интересно, что соблюдение шаббата, это наиболее важных митцвуд в Торе. На скрижалях это четвертая заповедь. Единственная заповедь, связанная с особыми днями. И в Талмуде приравнивают того еврея, который публично нарушает субботу, что он полностью отделяется от еврейского народа. Так в Талмуде приравнивается то, кто публично нарушает субботу, с тем, кто служит идолом. Почему? Чем суббота особенная? Ховецхай им говорил на это такой пример из жизни. Ведь суббота это знак союза между Богом и еврейским народом. И это демонстрирует всему миру, для себя и для всего мира, что Бог создал мир за шесть дней и в седьмой отдохнул. Таховецхайн говорил на это такой пример. Есть разные работники, портной, сапожник, и он принимает работу. Кто-то приходит ему починить, не встречает его дома. Ну, не встречает, он постарается прийти в другой раз, в третий. Но если сапожник снял вывеску, здесь чинит обувь, то к нему уже не придут. То, кто публично нарушает субботу, снимает с себя вывеску еврея. Что снимает? Снимает с себя вывеску еврея. Вывеска еврея – это суббота. Как у сапожника есть вывеска, здесь чинит обувь, вывеска еврея – это еврей соблюдает субботу. Субботу надо полностью соблюдать, но хотя бы публично. В Ишем Рубне Исраиле Сашабос будут храниться на Израиле субботу. Расы Сашабос – сделает субботу и Дерейсом в поколениях. Брис Эйром – вечным советом. Бенью в имя Исраиле между мною и между сынами Израиля – эйсил Эйром. Это знак навеки. «За шесть дней осадиной Бог сделала сашамаем весорец небеса и землю. Овагим, ашви, а на седьмой шобос военопаш». Отдохнул. Бог не нуждается в отдыхе. Но так тут написано, что седьмой день Бог ничего нового не создал. Бог написал как бы для себя, если бы про человека мы сказали, что он отдыхает. То есть Бог ничего нового, седьмой день ничего нового физически не создал. «Вагите на умеша». Бог дал к умеша, как алей се кончило даберит и говорит с ним в арсина и гаресинай, шней рухи саидос. Два скрижали свидетельства. Рухи себе скрижали из камня, ксую написанный, бе-эзбо еле-хим, пальцем Бога. Тут сейчас начинается глава про Золотой Целес. Интересно. Битк Нессет, когда читает эту главу, читает ее немножко тише. Разумеется, читают так, что можно было слышать, но тише, чем обычно. «Ва я-ро ом, увидел народ, ки вейшеш-мейш-мейш-мейш-мейш-задерживается в аредес мино-ар, спуститься с горы. «Ва-эко-эй-го ом а-га-арин» Народ собрался на Рона, сказал ему, сделай нам какую-то что-то, силу, пойдут перед нами. Этот самый человек, который поднял нас из земли египетской, говорит, мы не знаем, что стало с ним. Он ушел и не вернулся. Они ждали Моше, а по их расчетам, они, по их расчетам, Моше должен был вернуться. Он не вернулся? Интересно, тут написано, собрался народ. Когда написано народ, это имеется в виду недостойные люди, и это тут имеется в виду тот сброд, который присоединился к ним, при выходе из Египта. Дальше будет, что Бог имел претензии, и они привели к этой беде. Они привыкли, они были инициаторами этого, а евреи к ним прыгнули. Там написано дальше, что Бог имел претензии к Моше. Иди спустись, потому что испортился твой народ. Значит, испортился твой народ, который ты принял, вот эту смесь, смесь, большую смесь, которая захотела присоединиться к еврейскому народу. Ты их принял с собой, не спрашивая у Бога. То есть Моше должен был спросить у Бога. Мысли Моше были. Увидев чудеса, они хотят присоединиться. Конечно, надо их принять. Но ты должен был спросить у Бога. Когда один человек, два присоединяются к одной. Большая масса, есть опасность, чтобы они не имели ни хорошего влияния. И это то, что Бог потом имел на Моше претензии. Золотые серьги, которые в ушах ваших жен, они принесли в арон к арону. Медрошим прибывает, что женщины в этом не хотели участвовать. Так они взяли свои серьги, мужчины. Теперь насчет греха золотого цельца. Что это значит? Когда читаешь так, кажется, что большинство еврейского народа служили идолу. И это сразу после дарования Тора. Совершенно непонятно. Раби Гуде Агиви в своей книге Кузари подробно анализирует это. Он говорит так. Раби Гуде Агиви... Его книга же построена в интересной форме. В форме диалога. Между хазарским королем и еврейским мудрецом. Хазарским королем, который ищет правду. И который в конце концов принимает еврейство. И между еврейским мудрецом. Он выбрал эту литературную форму. Он говорит, ты хвалишь ваш народ. А смотри, что они сделали. Раби Гуде Агиви. Он говорит, смотри. Велик тот, чьи грехи сосчитаны. Можно пересчитать. И он ему говорит так. Надо же понять психологию людей. И что тут точно было. Они же жили в Египте. И они привыкли все время видеть перед собой что-то ощутимое. И это очень подходит природе человека. На чем строится вся реклама, скажите. Сказать человеку что-то ощутимое. Человек этого более живо ощущает. Они узнали, что есть Бог. И Бог бестелесный. Все они знали. Но они хотели иметь что-то. К чему присоединиться. К чему-то, что они могут, как говорят, увидеть и пощупать. Это не было и до упоконства. Это было нарушением приказа Торы. Был приказ Торы. Сразу после... После этих десяти заповедей. Камаша спустилась. Он говорит, не делайте вам обликов и золота, и серебра. То есть не делайте себе каких-то изображений. Это было нарушением прямого запрета Торы. Но не этого упоконства. Но... В каждом массовом движении, политическом, общественном, есть, как говорят, центральная полоса. А есть крайности. Крайняя полоса. И какая-то часть евреев, крайняя полоса, посчитали это действительно идолом. И это как раз были те три тысячи человек, которых потом казнили. Три тысячи человек упали тогда. Давайте посчитаем. Сколько всего было евреев? Шестьсот тысяч. Три тысячи. Сколько это в процентах? Относительно шестьсот тысяч. Шестьсот тысяч. Один процент это шесть тысяч. А три тысячи? Полпроцента. То есть это было мизерное меньшинство. Полпроцента. Но это само тоже страшно. Во-первых, само это было нарушением. Было мизерный процент. Полпроцента. Которые действительно посчитали это за идолом. Это страшно. Рамбан в своем комментарии на Тору идет близко к этому. У него путь немножко другой. Его путь, что... Они шли в пустыню. Нужно обеспечить едой и питьем. Могут случиться разные ситуации в пустыне. Так до сих пор обо всем этом кто заботился Моше. А Моше сейчас нет. Они посчитали, что он по-видимому умер. Он ушел. Не вернулся вовремя. Прошло сорок дней. Мана там он не получал. По-видимому он умер. Кто будет о нас сейчас заботиться? Они хотели сделать что-то, как они видели, что это будет им помогать в пустыне. И они сделали золотого тверца. Так говорит Рамбан. То есть это было не идол. Но было что-то, через что они хотели получать. Но нет, это не идол. Это близко к пути Рабьевы. Есть интересное. Раша говорит в главе Хукат, что закон о красной корове это исправление и искупление греха золотого тельца. Какое имеет отношение одно к другому? Я слышал интересное объяснение. Как они пришли к тому, чтобы делать без указания Бога и даже в нарушение приказов Бога? Как они к этому пришли? Они к этому пришли из-за растерянности. Они растерялись. А человек, когда он теряется, бывает, что он делает невзвешенные действия. Закон о красной корове имеет в себе парадокс. С одной стороны, оно очищает от большой нечистоты того, кто дотронулся до умершего. И только пепель от красной коровы может такого человека очистить. С другой стороны, все, кто занимается приготовлением красной коровы, становятся нечистыми и должны окунаться с начала до конца. Все, кто занимается красной коровой. Тут есть внутреннее противоречие. Все, кто занимается нечистыми, а она очищает. Хотели евреев научить так, смотрите. Могут быть парадоксы, противоречия, но ты должен идти по пути Торы. И не теряться и не выдумывать. Ищи, что Бог велит. Не делай что-то без прямых указаний. Не теряйся. Даже в непонятном положении не теряйся и не делай то, что нельзя. Написано дальше, что Бог сказал к Моше, иди спустись, что твой народ, испортился твой народ, который ты вывел из земли Египетской, как я вам уже сказал, значит твой народ. Инициаторами этого были вот те, которые тогда присоединились при выходе из Египта. Сошли быстро с дороги, что я им велел. Сделали себе вылитого теленка. Поклонились ему, принесли ему жертву. Сказали, это твой Бог Израиль, что вывел тебя из земли Египетской. Смотрите. Можно понять это. Порабью де Агиви, что это говорится о том, о тех, которые действительно это приняли из Аидона. И это само по себе страшно. Бывает, что Бог обращается к всему еврейскому народу с таким обвинением, когда это грех меньшинства. Сказал Бог Моше, я увидел этот народ, он упрямый. С упрямым, тяжелым затылком, упрямый. А теперь оставь меня. Разгорится мой гнев на них, я их уничтожу. Я тебя сделаю великим народом. Значит, ты отпусти меня. Тут Бог дал Моше намек, что если он не отпустит, то Бог, наверное, не уничтожит. То есть, если Моше отпустит, не будет сильно молиться, то народ будет уничтожен. И Бог сделает, что с обещанием Бога Отца, еврейского народа, в рамках Исаак Якова, Бог сделает из Моше новый еврейский народ. Ну, скажите, для Моше лично, это очень лестное предложение, нет? Но руководитель еврейского народа думает в первую очередь за народ, не о себе. Так Моше молился. Тут был намек Моше, то молитва может помочь. Но мы видим отсюда, какую могучую силу имеет молитва. Это может с ним снять приговор. Был прямой приговор на весь еврейский народ, а молитва сняла этот приговор, изменила его. Моше молился Богу, сказал, почему Бог, чтобы горел твой гнев, на твой народ, чтобы вывел из земли египетской, великой силой и сильной рукой. Интересно, Моше тут отвечает Богу в той же форме. Бог, говорит Моше, испортился твой народ, то есть те, кто ты присоединил, не спрашивал меня. А что Бог сказал? За что Моше говорит Богу? Почему, чтобы горел гнев твой на твой народ, на евреев, которые ты вывел из Египта? И он говорит аргумент. Почему, что египтяне говорили, для плохого он их вывел, убить их в горах, уничтожить лица земли. Вернись от горения гнева твоего и передумай на зло твоему народу. Так тут Моше апеллирует к чему? Чтобы не было осквернений имени Бога. Потому что другие народы подумают, что Бог вывел их для плохого. И это будет осквернение и святого имени Бога. И написано, что Бог передумал на то зло, что Он говорил делать народу. Моше говорил до этого, вспомни твоих отцов Авраама, Исаака и Якова. И Бог передумал. Написок приводится так, что грех заготовить лица Бог простил не уничтожить, но грех же остался. Медраж говорит на это такое сравнение, что царь поклялся бросить на своего сына камень. Так тот, кто его воспитывает, говорит, смотри, если ты бросишь на него камень, он погибнет. И да, что это с моей клятвой? Знаешь что? Раздели этот камень на камешки, и каждый раз бросай маленький камешек. То есть грех золотого цельца разделился на много маленьких камешек, маленьких наказаний. И с разными бедами, которые приходили на еврейский народ, так присоединяется грех золотого цельца. Как наши мудрецы говорят, нет наказания, которое приходит на еврейский народ, чтобы не было кусочка, части от греха золотого цельца. Мошес повернулся, спустился с горы, и здесь крижали. И тут написано, Все останавливаются, все поднимают вопрос. Бог сообщил Моше на горе, когда Моше был на горе, что евреи сделали золотого цельца. Сообщил. Так Моше знал об этом на горе. Почему же на горе он сошел со скрижалями, и только внизу он их сломал. Почему? Что изменилось? Что нового увидел Мошес? Я видел два ответа. Один из них пишет с фурмой. В своем комментарии. Он говорит так. То, что евреи сделали золотого цельца Мошес знал. И в этом у него нового не прибавилось. Но он увидел что-то новое. Он увидел золотого теленка и танцует. Танцует с теленком. Радуется ему. Это намного, намного страшнее. Когда делает преступление, делает грех, но без энтузиазма, без радости. Это что-то одно. А когда делает это с радостью, это укореняется, и это страшно. И только тогда, когда он увидел и теленка, и танцы, только тогда он сломал. Скрижали. Так объясняет это слово. В книге Эгглэй Тау в своем видении пишет о важности, когда кто-то изучает Тору, что он был рад от изучения Тора. И так от каждой митвы. Он приводит кусочек из Зуара. Ей царь ты в годы умитых симхе. Ей цара годы умитых симхе. Доброе желание растет от радости. И злое желание, ей цара, тоже растет от радости. Доброе желание растет от радости, которую человек имеет при выполнении заповедей. То доброе желание растет, когда человек имеет радость, выполняя митву. А ей цара укрепляется и усиливается, когда кто-то имеет радость, когда он делает нарушение. Приводит Атари Акадош. Он же через него раскрылось очень много Тань Кабалы, который много поколений до него не было раскрыто. Он говорил, что то, что он достиг столько открытий в Кабале, что Бог ему так много раскрыл, потому что он имел особую радость при выполнении заповедей. Дальше Тора нам рассказывает, что когда Муше спустился, так он взял теленка, зжег, перемолол, разбросил по воде и напоил сынов Израиля. Это то же, что когда Муше спустился, он смог это сделать, и народ не встал против него. Говорит о том, это не то, что Хасвы, Халилы, евреи пошли за идолами. Если кто-то идет за идолами, то Муше спустился, но народы, их было много, могли встать против. Видно было, что это просто было. Большинство народа за идолами, как идолы, не пошли. Сделали неверные действия, нарушили, но не пошли за идолами. Муше встал в воротах лагеря, Муше встал в воротах лагеря, а им рассказал, «Мир, Ашем, Илой, кто за Бога, за мной?» «Поё своило в крупной лагеря, собрались к нему все сыновья лагеря». Это очень интересно. Каждое качество имеет свое место применения. Вы помните колено Шимоны лагеря, «Когда шхем апазор яудзину, то что сделали Шимоны рыбы?» Они встали и они перерезали весь город. Яков это критиковал. Что он говорил? Что у них есть. Потом, перед смертью, он говорил, что у них есть качество гнева. Это как огонь. Качество гнева это как огонь. Огонь не знает рамок и не знает границ. И Яков это критиковал. А что потом они сделали с этим небом? Так интересно. С этим качеством. Оказывается, каждое качество может иметь свое положительное применение. В нужное время, в нужном месте. Леви жил старше всех других своих братьев. Жил больше всех своих других братьев. Он был третьим. И он обучал своих детей Торе. И колено Леви изучали Тору все. Занимались этим в Египте. И даже когда их позвали на так называемый субботник, они не пошли. Это же был добровольный субботник. Так они скажем так сказали, мы не получим ордена героя труда Египта. Не получим. Проживем без ордена. И они не пошли на этот субботник. И они не были в списках. Они изучали Тору. И они были особые. Они делали, все делали обрезания в Египте. Другие евреи, большинство, не были обрезаны. А колено Леви все делали обрезания в Египте. так интересно. И они изучали Тору. И Тора она очищает, кристаллизует, возвышает духовные качества человека. И их качество гнева проявилось здесь в чем? Что когда Моше сказал кто за Бога за мной, кто за Ним собрались встать против тем, кто служили Золотому Трельцу? Все колено Леви. Вы видите, что каждое качество может иметь свое место применения. Качество гнева ревности это опасное качество, которое трудно держать в рамках, потому что это как огонь. А что может держать это качество и его облагородить изучение Тора? Когда это качество проходит через гранила Торы, оно очищается и возвышается. И у колена Леви так это было. И это проявилось сейчас, их ревность, сейчас они проявили против служителей Золотого Тельца. Как говорят, ядерная энергия в мирных целях. сказал им, так сказал Бог Израиля, вложите каждый свой меч на бедро, проходите и возвращайтесь, ворот 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 в мах на лагере, в Иргу убивайте еще человек брата, товарища и родственника. Как может быть брата? Все колено Леви не служили идолам. Может быть брат по папе, а может брат по маме. Вая особенные Левики два миши сделали сновья леви по словам Моше. Вая поминал мупал от народа Вая Мау в тот день кишлы шас алфе ищи около трех тысяч человек. Вая миши сказал Миши милует Хамайеем наполнить ваши руки и дать на вас его сегодня бракам. Что было на завтра, так миши сказал народу вы грошили перед Богом, а я поднимусь к Богу может я прощу за ваш грех. И Миши обратился к Богу. Сказал да народ согрешил теперь если ты простишь его грех хорошо а если нет михэйни номи сифрэх ваша косавтра сотри меня с книги что ты написал. Раша говорит в своей книге с книги Тора потому что скажут Моше был недостойным он вывел из Египта не смог прийти в Сибирь Израиль есть комментаторы говорят сотри меня с книги что ты писал это книга жизни сотри меня жизни если ты прощаешь ему хорошо а если нет сотри меня с книги жизни ты сказал Бог Моше кто мне согрешил я его сошел с моей книги а ты иди видеть народ Моше молился и дальше приводится что я уже молился и молился еще сорок дней и еще сорок дней и как уже сказали привели из метража что Бог простил но что что этот грех разделил на много кусочков но это очень интересно что насколько радость от митцвы имеет могучие силы это мы останавливаемся сегодня это но это не это Продолжение следует...